Обзор измерительного прибора HDBOX SF100 HEV Данный прибор используется для профессиональной точной настройки спутниковых антенн и к дополнению к этому его можно использовать при настройке аналоговых камер видеонаблюдения Итак, начнем обзор с изучения информации на коробке На главной картинке у нас указан бренд производителя и название прибора SF100 HEV Здесь обозначение HEV говорит о том, что прибор поддерживает формат спутникового вещания в новом видеокодеке H.265 HEV Для чего это нужно и насколько это полезная фишка Поддержка кодека H.265 будет актуальна при настройке антенны по каналам, вещающих в формате HEV Это понятно, но еще при более точной настройке антенны на частоты 4K Ultra HD каналов Эта возможность пригодится многим, кто смотрит 4K через спутник Так как известно, что 4K вещания более требовательны к качеству уровня сигнала Многие сталкивались с тем, что когда начинается дождик и на небе такая приличная облачность Обычные каналы они еще показывают, а 4K уже начинает сыпать Так вот, с более точной настройкой по этому прибору возможно будет минимизировать данную проблему Но не забываем, что на качество сигнала еще зависит место установки, диаметр антенны и насколько плотная облачность Ведь бывает такая погода, что не показывает совсем ничего Возвращаемся к коробке Сбоку на коробке указана информация о том, что прибор поддерживает спутниковый сигнал DVB-SS2 Кодек H.265 Видео MPEG-2, MPEG-4 Режим поиска Loop Search О нем позже Есть менеджер транспортеров Диагональ экрана 3,5 дюймов И дисплей TFT LCD Кстати, это хороший тип дисплея Ну и литий-ионный аккумулятор Сзади перечислены основные технические характеристики прибора Продолжаем обзор и открываем коробку И что мы там видим? А видим мы измерительный прибор, на который сразу одет защитный чехол Это очень хорошо, что чехол в комплекте Так как часто монтаж происходит под открытым небом И чехол защитит прибор от воздействия влаги и пыли От падения он навряд ли защитит Так что используйте специальный ремешок Он тоже идет в комплекте Кстати, обратите внимание Нет бумажной инструкции Мануал поставляется в электронном виде на мини-сиди-диске Там же производитель положил нам защитную пленку на дисплей Спасибо Пригодится в хозяйстве Далее зарядка от автоприкуривателя Если получается так, что рядом нет розетки Можно прибор заряжать от автомобильного прикуривателя Блок питания 20 Вольт 1,5 А Который тоже входит в комплектацию И последний элемент комплектации АВ-ИМ кабель Это переходник для подключения камер видеонаблюдения Далее достанем прибор из чехла И рассмотрим поближе сам прибор С левой стороны у него располагаются Разъемы HDMI-OUT и AV-OUT Данные разъемы используются для подключения к телевизору Разъем AV-IN Он служит для подключения к прибору аналоговых камер видеонаблюдения С правой стороны разъемов нет Сверху разъем для подключения к спутнику в антенне Снизу выключатель питания Разъем для подключения питания И USB-порт версии 2.0 Он используется для обновления софта И для подключения диска с видеофайлами Так как данный прибор может воспроизводить в видео В формате AV и MP4 Сзади фонарик Сейчас в правом углу вы увидите Насколько ярко он освещает Это тоже может быть полезно Так как для настройки антенны Не имеет значения какое время суток Там же сзади расположен динамик Он достаточно громкий И отсек, где установлен литий-ионный аккумулятор Мощность от 1000 мАч На передней панели разместился 3,5-дюймовый HD-дисплей Показывает он ярко и четко Ниже дисплея расположены 5 светодиодных индикаторов Обозначающие режим питания Затем два индикатора, означающие подключение 22 кГц И режим выходного напряжения горизонтальной или вертикальной фоляризации Затем индикатор захвата сигнала И индикатор, обозначающий, что аккумулятор прибора заряжается Еще ниже 3 вспомогательные функциональные кнопки F1, F2, F3 Рядом с ними кнопка быстрого сканирования И кнопка переключения режимов AV-сигнала Далее у нас стандартный набор кнопок, состоящий из цифровых кнопок Кнопок навигации, кнопок меню, кнопки exit, info, отключения громкости И цветных функциональных кнопок, телетекст, субтитры, режим TV-радио и выбор аудиодорожки Ну что, давайте подключим прибор и посмотрим, на что он способен При настройке антенны прибор показал хорошую чувствительность Настраивать антенну с помощью HD-бокса с F100F очень удобно И даже человеку, который никогда ранее не настраивал антенну Так как все параметры сигнала отображаются точно и без задержек И даже если вы не знаете, что делать, методом тыка по прибору вы сможете максимально точно настроиться на спутник Упрощают настройку, также звуковая и световая индикация залочки сигнала Если говорить еще о полезных функциях, отмечу режим Loop Search Это когда прибор цифрически перебирает выбранные частоты При тестах эта функция была полезна, когда выводился на максимум прием позиций На которые висели два и более спутника или лучи спутника были с разной зоной покрытия Далее были протестированы технические возможности прибора Начнем с 4К Прибором HDBOX SF100F были успешные залоченные сигналы 4К вещания NTV+, Tricolor и MTS Это означает, что данный прибор поможет точно настроить антенну по 4К транспордерам Также проверен прием вещания в кодеке H.265 HEVC Само собой прибор без проблем находил и открывал эти каналы Проверена работа прибора с поиском канала в Си диапазоне В том числе прибор увидел частоты вещания в T2MI Затем при настройке на спутник 4.9 Astra прибор смог залочить частоту с украинскими каналами, вещающими в мультистрим После проверки основных возможностей была проверена работа с камерами видеонаблюдения Действительно, к прибору можно подключить аналоговую камеру И по прибору, находясь рядом с камерой, сразу настроить ее область наблюдения Еще одна интересная функциональность прибора HDBOX SF100F Это то, что его можно использовать как мини-телевизор Возключая к нему внешние источники видео Например, спутниковый ресивер А еще можно и наоборот, с самого прибора выводить аудио и видеокартинку на экран телевизора Кстати, в приборе хоть и скромные, но имеются мультимедийные возможности медиаплеера По воспроизведению видео в формате AV Это видимо для того, что если вдруг вы застраните на крыше, вам будет чем развлечься И о самом главном Это о работе аккумулятора Конкретное время работы от батареи не получилось замерить Но все наше тестирование было проведено без дополнительной подрядки А тестировалось все по времени не один час Запас по автоматике в приборе явно есть Итак, подводя итоги по обзору и тестированию прибора HDBOX SF100F Отмечу, что это не просто измерительный прибор А функциональное устройство 5 в 1 Во-первых, настройка антенны Во-вторых, настройка видеонаблюдения В-третьих, мини-телевизор В-четвертых, FTA-ресивер или медиаплеер И в-пятых, ну это, конечно, фонарик Если говорить конкретно по настройке антенн на спутнике То прибор на 5 плюсов справляется со своей задачей Он чувствительный, не тормозит, не греется Удобен в использовании В отличие от приборов предыдущего поколения Позволяет сразу при настройке антенны Обратить внимание на качество сигнала с 4К частот К тому же прибор универсален Он видит Q и C диапазон Лочи Т2МА и мультистрим Из минусов только некоторые неточности в переводе меню на русский язык Которые наверняка исправят в следующих прошивках Спасибо за просмотр Если вам понравилось видео, ставьте лайк Подписывайтесь на канал И будьте здоровы! Спасибо за просмотр!